В республике не сбавляет темпов зеленая жатва. Задача для аграриев – заготовить как можно больше качественных кормов. Работа идет в режиме нон-стоп. Рекордный урожай на первом укосе у бобруйского гиганта – 245 сантиметров с гектара. В планах превзойти прошлогоднюю планку в 40 тысяч заготовленных тонн. Двумя новыми авто пополнилась Бобруйская станция скорой и неотложной помощи. Щедрый подарок сделал городу Банк развития. Транспорт оснащен всем необходимым для оказания медпомощи и транспортировки пациентов в стационарной организации здравоохранения. В конце 2023-го, напомним, в город прибыло 4 автомобиля СМП. Бобруйский предприниматель продавал некачественную одежду для подростков. Она не соответствовала требованиям технического регламента Таможенного союза. Показатель воздухопроницаемости для изделий из джинсовых тканей школьной группы в товарах был ниже нормы от двух до четырех раз. Опасная продукция изъята, запрещены ее ввоз и обращение на территории страны. В Бобруйске определены разрешенные места для отдыха у воды. В этом году жители города смогут безопасно провести время только в трех местах – на озерном пляже санатория «Шинник», первом и втором – центральных на берегу Березины. Категорически запрещено купание в местах нахождения плотин, дамб, мостов, шлюзов и других гидротехнических сооружений – на озерах, противопожарных водоемах, технических и мелиоративных каналах. Праздник духовного творчества с любовью в сердце состоится в Бобруйске 27 июня. Действие развернется на территории монастыря в честь святых Жен Мироносец возле собора святого благоверного князя Александра Невского. Гостей и жителей города ждет насыщенная культурная программа. Начало концерта – 18.30, вход свободный.